ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему именно 24 марта? Что в этот день произошло? И, так скажем, в целом, что это за день такой? 24 марта, как Вы сказали, только в 1882 году доктор Роберт Кох объявил об открытии бактерий возбудителя туберкулеза. Эта бактерия наиболее часто поражает лёгкие, но также встречаются и нелегачные формы туберкулеза. И открытие этой бактерии – это было поистине грандиозное событие, которое позволило в дальнейшем разработать диагностику и лечение данного заболевания. Раньше, как известно, туберкулез часто приводил, в большинстве случаев, приводил к смерти. То есть смертельное заболевание было, да, по сути дела? По большому счёту. В чём основная цель? Это профилактика, основная цель этого дня? Ну, да, общая цель данной инициативы – это повысить осведомлённость граждан на глобальной проблеме туберкулеза и рассказать, сообщить о текущем положении дел в сфере профилактики и борьбы с ним. Ну вот, на самом деле, ещё в середине прошлого века, да, то есть туберкулез считался такой достаточно страшной болезнью, наверное, уже после середины, уже такой, ну, может быть, не во всех случаях летальной, но такой очень сложно излечимой. Сейчас туберкулез – это актуальная проблема или всё-таки она уже в прошлом давно? Отвечая на этот вопрос, да, к сожалению, многие сейчас считают, что туберкулез – это что-то давно забытое, ушедшее далеко в прошлое, но это совершенно не так. И туберкулез является одной из самых распространённых причин смертности от инфекционных заболеваний в мире. Ну, уступает, наверное, только ВИЧ-инфекции. И по информации Всемирной Организации Здравоохранения, каждый день в мире туберкулезом заражаются около 30 тысяч человек и около 4 тысяч человек погибают. Это в день. Ежедневно. Ежедневно, да. Что касается России, то здесь эпидемиологическая ситуация улучшается, но, тем не менее, остаётся напряжённой. И по классификации, опять-таки, Всемирной Организации Здравоохранения, Россия продолжает оставаться страной, неблагополучной по туберкулезу. И вот поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу, да, безусловно. Всё это актуально. Туберкулез, да, является по-прежнему актуальной инфекцией. Для Ростова это актуально? Для Ростова это тоже актуально. В принципе, для любого региона это актуально. Но здесь на сегодняшний момент отмечается улучшение ситуации. Заболеваемость за последние 5 лет снизилась. И заболеваемость активными формами туберкулеза среди детей также снизилась. Но основную долю заболевших продолжает составлять взрослое население. А за счёт чего получилось снизить эту долю, так скажем, за последние годы? За счёт профилактики или за счёт чего? В первую очередь, благодаря проведению профилактических мероприятий, проведению вакцинации детям, при усилении мер профилактики, допустим, флюорографические исследования, диагностика, это способствовало раннему выявлению туберкулеза также. Каким образом? Вот мы слышим везде туберкулез, 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 да, вот, ну, то есть на слуху заболевания. А как заразиться, то есть, ну, где фактор риска, то есть, ну, как можно заразиться им? Ну, заразиться можно вообще туберкулезом несколькими путями. Чаще всего инфекция передаётся от человека к человеку через воздух воздушно-капельным путём. Даже воздушно-капельным, да? Да, в основном воздушно-капельным. При чихании, кашле, разговоре, отхаркивании, например. И совершая эти действия, человек выделяет микобактерии в воздух, далее они могут попасть на слизистую оболочку другого человека и привести их к заражению. А вот заболеет человек или нет, это зависит уже от нескольких факторов. Первое, это зависит от количества бакцил, попавших в организм человека. Чем больше, тем вероятнее. Да, чем больше бацил, тем больше риск заражения. И самое главное, от состояния нашей иммунной системы. Так как при попадании в организм человека палочки Коха именно иммунная система препятствует заражению, способствует защите организма. И поэтому у них всегда возникает заболевание. А если она подвергнется влиянию каких-то неблагоприятных факторов, приводящих к её угнетению, то, соответственно, никто нас не защитит, и заболевание может проявиться. А эти факторы, это какие-то заболевания дополнительные условно, да? Ну, это, например, неблагоприятные социально-бытовые условия. Это неполноценное питание, что очень часто, кстати, пособствует развитию. Это эксперименты с диетами, это недостаточное потребление белковых продуктов, продуктов, содержащих белок, потому что именно на белках строится наша иммунная система. Это стрессы, что очень часто бывает. Это наличие хронических заболеваний, вредных привычек, ну и так далее. Понятно, такие факторы. А в группе риска кто относится? Кто в группе риска, а у кого больше шансов заболеть, так скажем? Ну, вы знаете, микобактерия туберкулеза, для неё не существует границ, и она не признаёт, наверное, социальных барьеров, каких-либо статусов, и она может коснуться абсолютно любого человека, молодого, пожилого и даже ребёнка. И в последнее время птизиатры всё чаще встречают туберкулез у вполне благополучных граждан, у врачей, у педагогов, у студентов, у рабочих, и заразиться туберкулезом может, в принципе, кто угодно и где угодно. Ну, даже люди, которые с виду находятся в отличной физической форме. Но всё-таки скажу, что для распространения туберкулеза необходимо общество, и чаще всего наибольший риск заражения у людей, которые имеют тесный и продолжительный контакт с инфицированным человеком. Такой вопрос попутный. Детям же делают довольно рано прививки от туберкулеза, да? Ещё, я так понимаю... На третий-седьмой день. На третий-седьмой день жизни, да? Это действительно так важно сделать, вот эту прививку ребёнку именно? Безусловно. Вакцинация должна обязательно проводиться. И здесь нужно отметить, что как раз-таки наибольшую опасность туберкулеза представляет для детей раннего возраста, и родителям важно помнить, что для защиты детей от тяжёлых форм туберкулеза, в том числе и генерализованных форм туберкулеза, существует специфическая профилактика. Её проводят в соответствии с национальным календарём профилактических прививок на третий-седьмой день жизни ребёнка вакциной БЦЖ или БЦЖ-М. И цель вакцинации, она заключается в том, чтобы помочь малышу справиться с туберкулёзными микобактериями, попавшими в организм. Уже попавшими, да? Уже попавшими, да, чтобы это не привело к формированию туберкулеза, к возникновению туберкулеза. Но так как прививочный иммунитет, он сохраняется около 7 лет, поэтому возникает необходимость повторных прививок. И вот ревакцинацию, опять-таки, проводят вакциной БЦЖ или БЦЖ-М в возрасте 7 лет. И как показывают исследования, дети, привитые от туберкулеза, болеют 15 раз реже. И здесь ещё особое место специфической профилактики занимает туберкулинная диагностика. И проводится она в целях раннего выявления начальных и локальных форм туберкулеза у детей и подростков. И проводится для предотвращения развития этой болезни, диагностики и, если необходимо, лечения. А также туберкулинная диагностика позволяет следить за состоянием противотуберкулезного иммунитета. Для её проведения используют пробу МОНТУ и детский тест. Проба МОНТУ, туберкулийного проба МОНТУ, проводится детям ежегодно с 12 месяцев до 7 лет. И причём если... То есть МОНТУ это тоже туберкулёз? Ну, проба, да? Да, она позволяет выявлять инфицированность, потому что детям в таком возрасте ещё флюорограмму не проводят. Поэтому проба МОНТУ является обязательной. Детей не будут вакцинировать в 7 лет, если у них не будет проведена проба МОНТУ, потому что нет результатов. Ну, понятно, смысл нет, да, проверить нечего. А вот диагностикин-тест проводят детям с 8 лет до 17 лет. Если говорить о взрослых, нужна какая-то вакцина взрослым? И вообще, в принципе, то есть как протекает это заболевание, вот мы говорим, от там нуля условно до 7 лет, да? То есть вот какой-то период. Дальше что? То есть вот до 17 условно лет, потом дальше что? Взрослым людям вот нужна что? И для раннего выявления проводят флюорографические исследования. Для декретированной группы населения, ежегодно точнее, флюорографические обследования проводятся декретированным группам населения, лицам с хроническими заболеваниями, подросткам с 15 лет до 17 лет. И раз в два года нужно проходить флюорографию для другим лицам. И еще, что очень важно, необходимо делать снимки людям, которых в семье есть беременные, либо новорожденные, чтобы их в первую очередь обезопасить, защитить, потому что, опять-таки, им нельзя проводить по вышеназванным причинам данные исследования. Поэтому точно нужно быть уверенным, что их окружают здоровые люди. Здоровые люди, что инфекции рядом нет. А симптомы заболевания, то есть что это? Кашель, ну, опять же, на что связано? Легкие, значит, кашель сразу же, да? То есть это так, туберкулез так же появляется? Вот в чем особенность, даже я, наверное, сказала коварность заболевания, что на ранней стадии симптомы могут отсутствовать, либо могут быть выражены незначительно. Это, ну, слабость, усталость, снижение аппетита, плохой аппетит, отдышка. То есть вроде бы ничего такого, да? Да, и часто не обращается просто-напросто человек за медицинской помощью, пытается как-то в домашних условиях себе помочь. И заболевание долго может себя не проявлять. Ну, спустя несколько месяцев состояние резко ухудшается, у человека отмечается кашель с большим количеством мокроты, кровохарканье, отдышка, затруднение дыхания, снижение массы тела. Ну, буквально человек начинает чахнуть на глазах, поэтому раньше называли туберкулез чахоткой. А, это чахоткой-то и есть туберкулезно? Да, да. Ну, наверное, такой классический, да, так скажем, вопрос. Излечим это заболевание в принципе излечимое или нет на данный момент? Ну, как я уже сказала, выше при ранней диагностике, при раннем выявлении излечение возможно. В настоящее время в качестве терапии используется комплекс антибактериальных противотуберкулезных препаратов. Но есть у микобактерий туберкулеза такая особенность, как формирование устойчивой формы к лекарственным препаратам. И, ну, появляется она в результате человеческой действия. Ну, например, диагностировали человеку туберкулез, назначил ему врач лечение, он его проходит, ему стало легче. И он думает, что он здоров, и сам себе отменяет курс лечения. Как мы-то обычно делаем, в общем-то. Да, на самом деле это очень большая ошибка, делать этого не стоит, потому что ситуация от этого только усугубляется. И как раз-таки из-за таких действий рождаются, возникают новые штаммы, устойчивые к лекарственным препаратам. Новые штаммы туберкулеза, устойчивые к лекарственным препаратам. То есть чуть-чуть ввел, как бы, да, так скажем, чуть полегче, и все. Ну, и как бы, ну, то есть ты прекращаешь заниматься. У них такая особенность у микобактерий есть. Но туберкулеза излечим, в принципе. Если соблюдать все предписания врача, независимо от того, сколько времени это займет, самому не проявлять самодеятельность, то туберкулез, да, туберкулез излечим. Главное, ранняя диагностика, главное, проведение вакцинации и соблюдение всех предписаний лечащего врача. Надеемся, что многие сейчас услышали. Спасибо большое за интересный разговор и полезный. Спасибо вам. Надеюсь, что очень многие. Это была программа «Что волнует» на телеканале ДОН-24. Меня зовут Иван Полехин. Увидимся. Продолжение следует...